Близость к фронту ощущается не только артиллерийскими обстрелами и прилетами дальнобойных ракет, но и большим количеством взрывоопасных предметов, которые пусть и довольно редко, но все-таки пополняют печальный мартиролог нынешней войны. Наш следующий сюжет из поселка Горное, где вчера вечером произошло чрезвычайное происшествие. Трагедия, которая потрясла вчера жильцов 13-го дома, что на третьем участке, сегодня в Харциске у всех на устах. По словам жильцов близлежащих домов, ставших свидетелями происшествия, в этот теплый апрельский вечер ничего не предвещало беды. Компания из нескольких взрослых и двоих ребят-подростков тихо-мирно сидела во дворе дома. И вдруг взрыв. Я сидела, телевизор смотрела вечером, оно как стукнуло. Выбегаю, они уже лежали, эти хлопцы. Один лежал, ну как, я подбежала, он правой рукой, по-моему, даже кисти уже не было у него, кисть оторвала. И там лежал, а второй лежал, он весь уже поколотый был. Ну, скорые приехали, они вот их, систему им поставили, забрали. Позже выяснилось, что у кого-то из компаний была с собой граната. Каким образом опасный предмет попал в руки пострадавших, предстоит выяснить правоохранителям. Сегодня дети в тяжелом состоянии находятся в учреждениях здравоохранения. За их жизнь борются медики. По словам соседей, подростки нуждаются в переливании крови. Некоторые жители дома тут же приняли решение оказать посильную помощь. После этой трагедии видеопрофилактика от МЧС ДНР уже не кажется жителям третьего участка и, конечно, не только им, какой-то набившей оскомину пустой формальностью. Категорически запрещено трогать такие предметы, поднимать их, перемещать, накрывать, засыпать землю или закапывать, а также бросать в огонь, бросать в воду или сдавать на металлолом. При обнаружении оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и других опасных или подозрительных предметов следует сообщить о них в МВД по телефону 102 или в МЧС по телефону 101. Категорически запрещено трогать такие находки, перемещать, пытаться их разобрать или засыпать землей.